Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моя мама периодически выпивает. Может пить несколько дней подряд, не выходить на связь. Нигде не работает, периодически ходит на подработки. Родители моего парня, обычная интеллигентная семья, спрашивают про мою маму, чем занимаются. Мне стыдно говорят, да, да, я не понимаю, как ее преподнести. И обратно не хочу что-то придумывать, как бы вы поступили. Уважаемый аноним, в первую очередь хочется вам сказать, что ваш вопрос поставлен некорректно. В смысле того, что психологи не отвечают на такого рода запросы. Да? Как бы вы поступили. Психологи отвечают на проблематику вашу, да? То есть у вас есть чувство стыда. И это чувство стыда, на мой взгляд, связано с тем, что вы находитесь в слиянии со своей мамой. То есть, то есть, то есть, то есть, вы находитесь с ней, что называется, слишком, ну, слишком, ну, слишком близких. Близких отношениях. Вы находитесь с ней. Может быть, может быть, может быть, даже, может быть, даже в созависимых отношениях. Вот, потому что вы не отделяете себя от нее. Вот она вот история, где мне за нее стыдно, означает, что мама вас определяет. Ну, как любой зависимый человек, да, она, естественно, нарушает личные границы ваши и свои, в том числе и ваши. И вот это, конечно, влияет на вас, влияет очень сильно, потому что личные границы у вас. Естественно, как-то вот более, ну, более слабые, получается. Вот. Вот. То есть, это именно более, такие, неустойчивые, более неустойчивые, более неустойчивые. Личные границы у вас. И в результате возникает чувство стыда, как следствие подавления взлота. Вот. Поэтому говорить о том, как бы, как бы мы поступили, абсолютно никакого смысла нет. Вот. Потому что, ну, вот, есть мы, есть вы, у вас своя ситуация, и только вам решать в этом смысле, как вы будете распоряжаться информацией, касающейся вашей мамы. Потому что, ну, я, например, прекрасно понимаю, что информация, это вот далеко не самое приятное вам, да. И нет, ну, нет абсолютно ничего удивительного, что вам и неловко, и тяжело. Вот. Но, с чувством стыда, с вашим чувством стыда, которое у вас есть, конечно же, нужно работать. Вот. Вот. Для начала признать и заметить то, что вы можете на маму злиться. Вот. 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 Признать и заметить, что вам, может быть, хотелось бы, ну, как-то вот быть от нее подальше. Держать ее на расстоянии, вот, не участвовать, вот, в каких-то эпизодах ее жизни и больше внимания уделять себе. Больше внимания уделять. Больше внимания уделять себе, больше внимания уделять тому, что хочется вам, больше внимания уделять своей личности. А не личности мамы. Естественно, здесь что? Важна опора на себя. Здесь. Здесь важна опора на себя. На себя. Чтобы вы опирались на себя. Чтобы вы чувствовали себя. Чтобы вы ощущали себя. Чтобы вы ощущали себя. Чтобы вы ощущали себя. Что вы это вы, да? А мама это мама. И что... Ну, пози... Эээ... Позиция... Позиция... Мамы никак вас не характеризует. Эээ... От слова совсем. Ну. Ну и разрешите, разрешите безлиться, конечно, разрешите безлиться на неё, разрешите безлиться на вашу маму, потому что вы имеете на это полное право, вы имеете право на злость и так далее. Если мы посмотрим на эту ситуацию, если мы вот как-то вот к ней приглядимся, то, на мой взгляд, мы совершенно точно увидим там то, что вы не выражаете и не проявляете своих чувств, своих чувств, своего отношения, вот. То есть да, может быть вы предупреждаете ей какие-то претензии, но претензии, понимаете, претензии это не то же самое, потому что, потому что претензии это, это то, что направлено, нацелено на изменение человека. Выражение же своих чувств, да, такой цели не преследует. вот, выражение своих чувств преследует цель размещения себя, размещения своих эмоций, своих переживаний, вот, ну, в какой-то степени постановка перед фактом этого другого человека, вот. Поэтому, на мой взгляд, выразить накопившиеся переживания, может быть, молодому человеку, может быть, психологу это вам решат, это вам решат, конечно. Вот. И дальше уже смотреть, в каком направлении вы хотели бы двигаться, какое направление именно для вас было бы, может, быть, приемлемым, скажем, скажем так. Вот. Я бы рекомендовал изучить тему созависимости, выдемонстрирует признаки созависимого партнера, вот, если бы так, то требуется, конечно, корректировка данных аспектов, данных моментов, требуется, требуется корректировка, вот, и необходимо это корректировать, то есть, работать с личными границами, вот, и с психоэмоциональной, ну, психоэмоциональной сепарацией. Вот. Вот. Вашей мамы. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, да позволит вам начать над собой работу. lol, удачи! Приятного аппетита!